А как день рождения без танцев, песен и плясок? В этой связи в нашей студии появляется детский образцовый хореографический ансамбль «Рябинка», который, кстати говоря, отметил не так давно свое 45-летие. Вот нюансы празднования дня рождения мы, конечно, обсудим, но прежде давайте дадим артистам волю здесь, на нашей танцплощадке. «Рябинка» «Рябинка» Детский образцовый хореографический ансамбль «Рябинка» Детский образцовый художественный руководитель Анастасия Ахмерова, которая присоединяется к нам в эти мгновения. Анастасия, с прошедшим, 45 лет, я так понимаю, что у танцевальных коллективов, но несколько ярких выражений даты, мы имеем в виду 45-й творческий сезон. Все верно. Юбилейный. В этом году у нас юбилейный. Слушайте, это колоссальное количество времени. Сколько поколений артистов уже прошло через, так сказать, вас? Достаточное количество, потому что набор идет каждые три года в ансамбль, и ребята занимаются в ансамбле порядка 10 лет. Вот можно посчитать, что порядка 15 выпусков. Что важного за этот период произошло? Вот какие-то значимые события за 45 лет? Ну, самое значимое, это то, что у ансамбля есть звание образцовый хореографический ансамбль. И то, что значимое, это то, что мы прививаем любовь к танцу нашим детям. Как будете отмечать? У нас прошел первый юбилейный концерт 13 ноября, и сегодня состоится второй юбилейный концерт, на котором будут присутствовать наши творческие друзья, поздравлять нас. Ну и мы, конечно, приготовили для зрителей сюрприз, хореографическую сюиту, состоящую из семи номеров новых. Да, мы так понимаем, это фрагмент из номера «Енисейские приплясы». Все верно, «Енисейские приплясы». Да, ребята танцуют сегодня в сокращенном составе, но обычно это на 6 пар. А сколько вообще артистов в составе ансамбля, в актуальном составе, которые действуют, танцуют на площадке? Порядка 100 детей. 100 детей? 100 детей! Вы просто представляете объем, какой объем вообще? Во-первых, танца, движений, вообще, ну и всего, что происходит на сцене. Нет, ну вообще вот народный танец – это же такой командный вид спорта, да? Командный у меня есть, хорошая команда педагогов. Слушайте, давайте, ребят, спросим, вот мы дали микрофончик, как вообще в коллективе, нравится танцевать? Будете продолжать? Ну, вообще, я собираюсь продолжать танцевать в коллективе. Коллектив дружный, мне очень нравится. Повыше немножко микрофон, да. Осталось полгода, но за эти полгода я хочу выложить себя на максимум, ведь коллектив мне дал за 8 лет очень многое. Мне нравится танцевать на сцене, и, впрочем, я люблю танец. Разволновался. Ребята – выпускники этого года, юбилейный выпуск, можно сказать так. Ну, давайте еще девчонок спросим немножечко. Да, как вам в коллективе танцевать нравится? Как дальше вы пойдете по этой стезе-то? Ну, бросать танец точно я не собираюсь в жизни. Так. Хоть и закончится путь в этом коллективе, буду развиваться самостоятельно, своей дорогой. А ничего, что это народный танец? Все-таки у нас какие-то сейчас другие тренды танцевальные, ТикТок и всевозможные, что-то такое. Народники могут все. То есть народный танец – это база, я так понимаю, да? Ну, вы правильно говорите, что ребят, которые занимаются народным танцем, им легче воспринимать другую хореографию. Все верно. Они могут везде себя показать. Друзья мои прекрасные, с 45-летием вас. Спасибо большое. Танцуйте, отмечайте. Ну, и вообще, пусть по жизни все будет легко в ритме танца народного. Я вижу, что у вас все это прекрасно получается.